Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 февраля. И вот когда я сегодня снимала видео, что посеять в феврале, я уже сказала, что февраль это как раз тот месяц, когда мы сеем перцы, баклажаны для выращивания в теплице. Кто-то сеет пораньше, у кого есть подогрев в теплице, кто-то сеет в середине, кто-то сеет в конце месяца. Но все равно высокорослые, крупноплодные вот эти перцы желательно отсеяться в феврале. На март мы оставляем только скороспелые сорта. И тут у нас каждый год возникает проблема со всхожестью. Вот я достала с чердака тоже свою эту пластинку, сейчас вам расскажу. В прошлом году у нас в этот период, когда мы высевали перец, вот конец января, начало февраля, стояли ужасные морозы. Минус 35, до 40 градусов доходило ночью. А так как я живу в частном доме, то у нас, естественно, у нас если холодно на улице, у нас холоднее в доме. Просто печь не способна натопить большой дом, согреть до такой температуры, чтобы было так, как перцам хочется. Им хочется, когда мы их посеем, чтобы было 25-28 градусов. Но 28 градусов нам нагнать в доме никак невозможно. И в прошлом году у меня была проблема со всхожестью. То есть семена-то были неплохие, но посеяв их и установив просто на стеллаже, вот как или на столе, когда температура в комнатах 18 градусов, они лежат очень долго. Они будут лежать неделя, они могут лежать две недели, они будут ждать, когда температура повысится до 23-25-28 градусов. И все знают, что в теплой температуре они выскакивают моментально, могут выскочить на третий, на четвертый, на пятый день, несмотря на то, что перцы считаются только всхожими. А вот в холодном грунте, ну как, ну не в холодном грунте, при более низких температурах они очень долго. И мне вот в прошлом году зрители посоветовали после посева перца ставить лотки и подогревать их. Я до этого никогда не пользовалась, если честно. Я даже в магазинах вот на эти, на теплый пол, который предназначен для благоустроенных квартир, я даже не смотрела. Вот у нас есть магазины Росклимат, Климатика, магазинов таких много. И мы там, если заходили мы туда, мы покупали там инфракрасные обогреватели для теплицы, покупали тепловые пушки. А вот эти вот, которые рулоны висят там, я никогда на них не обращала внимания. Ну и тут мне посоветовали, сказали, что это очень удобный способ. Во-первых, он прост в применении, он недорогой. И если покупать неготовый, вот мы готовый, такой же примерно покупали, только этот сетчатый, огурцы на нем выращивала. Он уже стоит дороже. Там, не буду врать, ну, короче, дорого. Надо посмотреть. Прошлогоднее видео я там цену называла. А этот продается метражом. Метр 300 рублей, по-моему. И вот эту вот мы сами приделали. Она на внешний вид, конечно, не эстетично выглядит, но зато работает нормально. Вот по совету зрителей, мне сказали, нужно купить кусок теплого пола, отрезать сколько вам надо. Я вот по длине гладильной доски, ну, можно по длине стола. И после того, как посеете перцы и баклажаны, поставьте их. Я делала так. Гладильная доска, она же как тряпочная, там нет ничего такого. Ну, говорят, что на металлические поверхности лучше не класть. Укладывала вот эту вот, как кусочек теплого пола, сверху стелила старое байковое одеяло и устанавливала лотки. Тут муж прицепил мне старый терморегулятор откуда-то и вот эту вот старую вилочку. Все включаем. Тут в магазине нам объяснили, очень, ну, очень все просто. Есть специально такие заглушки. Вот здесь вот она идет, они обрезают, они сказали, вот это надо закольцевать, заглушить, чтобы дальше этот ток не шел. Все включаем, устанавливаем температуру как надо. Вот мы устанавливали на 30 градусов. Перцы всходят как бешеные, вот на этом кусочке теплого пола. Он потрогаешь, вот, и он прям руками чувствуется, что эти лотки, вот дно, где они стоят, они такие прям тепленькие, приятные на ощупь. Потому что если просто стоит в помещении лоток землей, потрогаешь, нет ощущения, что он теплый. Он всегда ниже нашей температуры, намного температуры человеческого тела. И здесь вот в прошлом году мне очень понравилось. Я нынче достала, на крайний случай. Но у нас сейчас стоит такой благоприятный период, что нет морозов. Вот недавно было 10-8 градусов, даже ночью. И поэтому дома сейчас тепло. Я вам показывала термометр. Помидоры взошли быстро на четвертый день, 25 градусов. Но если только. Сейчас у нас понизится температура. Температура, ну как, за бортом на улице, у нас, конечно, будет попрохладнее дома, особенно под утро. Потому что печку топим вечером, утром встаем прохладно. И вот этот вот перепад. Я даже вот на этот кусочек теплого пола хочу положить даже эти томаты высокоруслые, которые буду сейчас сеять для теплицы. Поэтому вот хочу поделиться информацией, которую поделились со мной в прошлом году другие зрители. Я опробовала, проверила все на себе. Действительно работает. Действительно, это большая помощь. Ускоряет всхожесть вот этих тугодумов, перцев, баклажанов. Если они тоже магазинные, бывают пересушенные, они тоже долго всходят. Вот кусочек теплого пола обходится. Но если вот этот терморегулятор свой обойдется вам всего в 400-500 рублей. Советую. Я когда начинала делать, ну как, придумывала, сколько там отрезать. Вот продавец спрашивает, сколько вам, какой нужно, какая нужна длина. Я и не знала, как. Потом догадалась, что нужно именно по длине стола и все. Теперь, я когда начинала, конечно, никаких инструкций, ничего не было. Но поверьте мне, даже если вы ни разу этим не занимались, сделать очень просто. У кого холодный регион, у кого дома нет условий для проращивания семян, для такой быстрой всхожести, вот такой теплый пол вам поможет. Я сейчас скажу, для чего используется. Он куда-то там, его заливают в бетонные полы, когда вот коттеджи строят, ванны, комнаты, кухни. Это подогрев пола такой своеобразный. Но он и без заливки, просто вот в таком сухом виде, он работает. Он потрогаешь, он тепленький, хороший. Все, вот это наши, как современные, их стройматериалы мне назовешь, работают на помощь огородникам. Все, до свидания. Чего только люди не придумывают. И вот все, какие мне давали советы, я все, которые пробую на себе, они все действительно очень действенны и очень нам помогают. Давайте делиться друг с другом полезной информацией. Это нам очень нужно. До свидания.